Привет, просветители. Наверное, многие из нас хоть раз задумывались, а зачем нам это в школе преподают? И в зависимости от наших интересов, этим самым ненужным предметом могла оказаться биология, химия, физика, моя остановочка. Ну серьезно, зачем условной Маше биология? Она что, врачом станет или в генетике пойдет? Женщина-ученый, что дальше? Женщина-космонавт? Нет, Маша запишется на марафон желаний феечки Винкс, эээ, Блиновской. И в случае болезни ребенка пойдет выяснять у очередного гуру из Инсты психосоматику краснухи. Как бы я хотел, чтобы это была шутка. То же самое с математикой. Ну зачем взрослому человеку все эти дроби, проценты, пропорции? У меня калькулятор есть! Наверное, приблизительно так и рассуждал Сергей Кургинян в школе. Автор потрясающей статьи «Вакцинация для темных или человечество в Аде». Кургинян – режиссер, политик, лидер движения «Суть времени» и с недавних пор едва ли не главный специалист в вопросах вакцинации. И вот на этом месте важное уточнение. В этом видео я не буду никого ни к чему призывать и разбрасываться громкими заявлениями. Сегодня это будет делать Кургинян. Что там делать с прививками, ковидами и куарами, вы уж точно без меня разберетесь. Даже обидно. Я просто проанализирую с точки зрения математики. Внимание! Школьной математики. Нам понадобится программа шестого класса. Буквально шестого класса. Не утрирую. Ту информацию, которую сейчас активно распространяют в сети. Цель этого видео, как и любого другого из данного цикла – заставочка. Показать, как легко можно нами манипулировать, как просто мы поддаемся когнитивным искажениям и как порой неплохо обладать минимальным. Тут очень большой акцент на минимуме – запасом школьных знаний. Если вы хотите иметь возможность самостоятельно изучать иностранные исследования, а не доверять голословным заявлениям очередного гуру из Инстаграма или специалиста широкого профиля, как в нашем сегодняшнем видео, который что-то там где-то прочитал и вообще английские ученые считают, с такими-то аргументами, естественно, не поспоришь, то хорошо было бы знать язык этих самых ученых. Впрочем, как и всех успешных людей вне зависимости от сферы. И вот здесь я могу посоветовать вам школу английского языка Wall Street English. В учебе очень важно, чтобы процесс приносил удовольствие, и в онлайн-школе Wall Street English максимально позаботились об этом. Во время учебы вас курирует персональный наставник, который следит за мотивацией и вашим прогрессом в английском. Кстати, новый материал здесь подается в виде сериала, специально созданного для Wall Street English. Преподаватели живут в разных часовых поясах, поэтому школа предоставляет расписание уроков на 22 часа в сутки. На практике это значит, что занимаетесь вы тогда, когда удобно лично вам. Одна из самых крутых фишек школы – Global Teaching Community. Бесплатно, в рамках уже оплаченного курса, студенты могут брать занятия с преподавателями-носителями языка и студентами из США, Великобритании и других англоговорящих стран. Перед Новым годом мы все ставим себе цели на следующий год. И тут самое важное – от слов перейти к делу. И прямо сейчас у вас есть возможность забрать полезные подарки от онлайн-школы. Тест на определение вашего уровня английского, бесплатный пробный вип-урок и скидку 30% на онлайн-курс английского языка от Wall Street English. Переходите по ссылке в описании, проходите тест и поделитесь вашим результатом в комментариях под этим видео. А вот, кстати, мой результат. Если вы не живете под камнем и периодически появляетесь в сети и в Инстаграме, то, скорее всего, вам знакома вот эта таблица, ну или ее вариации. Да и, в принципе, когда речь заходит о вакцинации, а если это не просто речь, а о самые настоящие дебаты, то пример Израиля обязательно рано или поздно всплывет. Чаще всего рано. При этом, как доказательство своей правоты, ситуацию в этой стране используют как сторонники, так и противники вакцинации. Причина – большой процент вакцинированных. С Россией тут точно не сравнить. Вот и герой нашего сегодняшнего выпуска решил в своей статье проанализировать табличку. Только вот с его математическими познаниями, повторю, шестой класс. Лучше бы он это не делал. Поскольку в разных возрастных группах разное число вакцинированных, то ситуацию надо обсуждать с оглядкой на это обстоятельство. Смотрите, логика все еще присутствует. Прошу обратить на это внимание, потому что это последний раз, когда мы ее здесь увидим. В группе 70-79 лет вакцинированных уже 93%. Как не чувствуют себя вакцинированные? Мягко говоря, не ахти. Поскольку доля вакцинированных среди тяжелозаболевших составляет, как вы думаете, сколько? 77%. А ведь как верили в вакцинацию? Как стремились кусить от ее безопасности? Ну так вкусили? За что боролись, на то и напоролись. И если посмотреть на табличку, действительно, первая реакция – шок. Вакцина не то, что не работает, она, судя по всему, вредит пожилым людям. И приблизительно к этому выводу, ну или к идее бесполезности вакцин, и подталкивает большинство товарищей, апеллирующих этой статистикой. Вот как наш автор – вкусили, боролись, напоролись. Не забываем, перед нами не врач, не математик, а политик. Что там у него по математике, кстати, стояло, я не знаю. У меня вот пятерка. Так вот, если после первоначального шока вы все же поняли, в чем здесь дело, поздравляю, ваш уровень математических знаний не хуже средней школы. Давайте проведем небольшой урок математики и для наглядности выберем тему «Круговые диаграммы», чтобы гуманитариям был попроще. Русский язык со стоповым. И немного математики. Итак, вот наша вакцинация. Вот они, те самые 7% непривитых пенсионеров. Пенсионеров за 70, когда уже толпа сопутствующих заболеваний и ковид представляет смертельную угрозу. Ну, если он, конечно, существует. Я вон в Инстаграме прочитал. А теперь диаграммы с тяжело заболевшими. Наши 7% превратились в 23. Не привившихся меньше одной десятой, а не привившихся со сложнениями почти четверть от всех тяжело больных. И вот на этом моменте мы уже не на страшные циферки смотрим, а школьную математику вспоминаем. Эти данные даже школьнику говорят, что шанс тяжело заболеть у пенсионера. Подчеркну, пенсионера 75 лет. Молодежь и вакцина это вообще другая тема. В несколько раз больше, чем у непривитого ровесника. А Кургинян делает вывод, что смысла вакцинации нет. Вот следующая группа. 60-69 лет. Непривитых всего 13%. А занимают они 42% коек. Одна десятая занимает почти половину. Дальше лучше. 50-59 лет. Непривитых 15%. А среди тяжело больных без вакцины 62%. Что там по шансам и страшным цифрам? А вот самая лучшая диаграмма. 20-29 лет. Непривитых 27%. А вот процент непривитых среди тяжело больных. Но вернемся к нашим страшным цифркам. Сейчас будет просто мечта конспиролога из инстаграма. Я вас предупреждал. Представьте, что привили 100% населения. Тот самый прививочный ад. Никакая вакцина, и мы сейчас даже не о ковиде говорим, не может дать 100% гарантии не заболеть. Она просто понижает шанс заболеть. Шанс заболеть с тяжелыми последствиями. Ну и возможность отбросить коньки. Если вы, конечно, верите фарма-мафии. Так вот, в нашем конспирологическом аду 100% заболевших будут привиты. Ну потому что кто-то обязательно заболеет. Шанс понизился, но он все еще есть. Значит ли это, что прививка бесполезна? Ну тут типа 100%. Я уже вижу душесчипательные видосы от московских родителей. Да только чтобы говорить об эффективности и защите, надо сравнивать количество привитых и количество заболевших привитых. Те самые проценты. Представляете, если из 20 миллионов человек заболеет один, это все еще будет 100% привитых среди заболевших. А вот еще один такой же пример взят из потолка. Ну, как и выводы нашего эксперта. У нас есть 10 тысяч человек. Привиты 9998. Два товарища отказались. Ну или медотвод. Считаю важным подчеркнуть, что я не считаю любого человека без прививки антивакцинатором. Ситуации бывают разные. В больницу попали 100 человек. 98 из них привиты. А что это значит? Правильно. Привитые составляют 98% заболевших. А непривитые всего 2. Правда их и было двое. Каждый непривитый из моего примера заболел. Опять же, никакого отношения к реальности это не имеет. Я просто показываю, что эти страшные цифры нужно уметь анализировать, прежде чем какие-то статьи писать. Иными словами, в моей табличке с пони и радугами шанс заболеть без вакцины 100%. Вот в чем соль. А у привитого 1. Разницу чувствуете? Вот что по факту должен был делать наш эксперт. Смотреть на шанс тяжело заболеть. И вот, совершенно не понимая, как вычислять проценты, наш оратор смело проходится по каждой категории граждан. Ну, кроме тех, которые ему картину портят. У меня для вас плохие новости. Если ты парень и ты смотришь меня из России, все эти данные о 80-летних израильских пенсионерах для тебя вообще не актуальны. Сколько в нашей стране в среднем мужчины живут? А вот на что стоит посмотреть, и на что, конечно, решил не обращать внимания наш правдорубец, это первые строчки. Среди привитых в возрасте от 12 до 29 лет 0% тяжело заболевших. Ноль, Карл. Ноль. Среди 40-летних 25%. Но вы можете сказать, что это подтасованные данные. Может быть. Да вот только сам герой антивакцинаторов их за чистую монету принимает. Он их анализирует. Он их использует как доказательство своей правоты. Просто он читать не умеет. А так, конечно, мужчина к успеху шел. Увидел такое большое число и... О, да. Еще раз. Я не утверждаю, что данные этой таблицы верны. Я просто говорю, что кургинянца статистика работать не умеет. Кстати, по поводу достоверности этих цифр. Источник кадры с фильма. Кадр из фильма. Начнем с возрастной группы 60-69 лет. Если в более молодых возрастных группах большинство тяжело больных составляют невакцинированные... Ну, как минимум в трех группах не большинство, а только невакцинированные. Грубо говоря, единственный шанс для 25-летнего израильтянина загреметь по ДВЛ, это отказаться от вакцины. По статистике. То в возрастной группе 60-69 лет большинство тяжело больных это вакцинированные. Вот вы потом говорите сколько угодно о ковид-диссидентах. А это все данные высших должностных лиц Израиля. Идиоты. При чем тут диссиденты? Это математика. У вас скоро утверждающие, что дважды 2-4 тоже будут диссиденты. Правильно. Математика. Слышите? Это не вера вакцину или макаронного монстра с сырным крекером. Понимаете? И она работает вне зависимости от вашего отношения к вакцинам. И если мы по этим же цифрам будем высчитывать шанс заболеть для 70-летнего пенсионера, те самые скучные проценты, которым он самому рассчитать нужно, то окажется, что у непривитого человека из самой уязвимой группы шанс заболеть в 4 раза больше. По этой табличке. В 10-й раз скажу, 6-й класс. Вы просто представьте всю бредовость ситуации. Человек ролики о бесполезности вакцин в Израиле снимает, используя вот эту статистику. И люди же его смотрят, репосты делают, благодарят. Уууу, 75% спасибо, что вывели на чистую воду. Еще раз, я не врач, не вирусолог, не политик, слава богу. Я просто уроки математики не прогуливал. И мне, с моим весьма ограниченным багажом знаний математических, и то сразу же понятно, что это какая-то профанация статистики. Вы знаете, я достаточно спокойно отношусь к людям, кричащим о загнивающем западе и патриотизме, до тех пор, пока не узнаю, что дети этих людей учатся на этом самом западе. Меня не удивляют профаны в математике, до тех пор, пока они свою научную несостоятельность не начинают как некое доказательство использовать. Я понимаю, что время сейчас тяжелое, и всем очень хочется показать свою экспертность во всем. Меня вот радует, что я свой потолок знаю. Математика 6 класс? Каков же уровень сторонников Кургиняна? Подобные исследования проводили и на западе, и там уже несколько месяцев есть ответы на все эти крики о страшных израильских цифрах. Давайте разберемся с конкретными данными. Вот она, та самая пугающая статистика на 15 августа. В больнице больше привитых. И вот на этом моменте анализ какого-нибудь инстаграм-барцуна обычно и заканчивается. А мы вот только начинаем. Мы с вами теперь воробьи стреляны и понимаем, что нужно знать соотношение привитых и непривитых. И что же мы видим, добавив буквально один параметр? На 100 тысяч человек среди непривитых 16 тяжелобольных. На такое же количество привитых 5 в 3 раза меньше. А теперь еще раз вспомните вывод Кургиняна. Опять же, мы с вами понимаем, что опасность ковида для молодого человека и для пожилого совершенно разные вещи. И как вам данные с теми самыми пенсионерами? На 100 тысяч непривитых 91 в койке, а среди привитых 13. Вот собственно и все. И никакого личного мнения. Так просто математика работает. Правдивы ли эти цифры? Вот это уже другой вопрос. Если бы Кургинян его задавал, его исследование хотя бы можно было обсуждать. Но он-то берет на веру эти цифры и просто показывает, что я не особо в математике разбираюсь. Но я очень хочу написать статью. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Чарли герой уже практически каждого ролика.